Цены на нефть продолжают расти в эту среду. Временами стоимость марки Brent перевалила отметку в 57 долларов за баррель. Между тем в России эти, казалось бы, радостные новости стали причиной тревожных прогнозов. Эксперты пророчат удорожание бензина. Почему это может произойти и чем это грозит, рассказывает Роман Быков. Уже с начала декабря оптовые цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 выросли на 8%, пишет коммерсант. Эта тенденция, скорее всего, продолжится и в наступившем году. Ведь нефть подорожала за последнее время на 10%. Сейчас ее стоимость колеблется в промежутке 56-57 долларов за баррель. При этом рубль по отношению к американской валюте остается довольно дешевым. В итоге на экспорт черное золото гнать намного выгоднее, чем продавать на родине. Эксперты отмечают, что в такой нефтедобывающей стране, как Россия, такого быть не должно. Здесь, наверное, нужен четкий регулирующий механизм со стороны государства. И без всяких ссылок на мировые цены придерживаться, скажем так, либерально льготных цен на эти товары для нашего внутреннего потребителя. Государство со своей стороны заверяет, что ничего страшного не произойдет. Вице-премьер Александр Новых заявил, что правительство Иминэнерго держит на особом контроле ситуацию с ценами на топливо, как на оптовом, так и на розничном рынках. Однако водители говорят, что цены на ЗС уже начали расти. На 10 копеек. Беспредел полный. Я считаю, что это ужасно, потому что и так все дорого. Уже мои многие знакомые, особенно пожилые люди, стали даже меньше ездить на машинах, особенно в зимний период, когда надо греть машину. И все такое. Ну, беспредел. Я так думаю, что у нас в России все будет дорожать. И бензин тоже. Невзирая на мировые цены. Они что падают, что повышаются. У нас все дорожает. По идее, не должен подорожать в России-то. Я думаю, Путин этого не позволит. Так что на Путина, ну или на федеральное правительство, только и остается надежда. С этим согласны и эксперты. При этом главное, чтобы не получилось, как три года назад. Тогда, в конце весны 2018-го, бензин в опте подорожал на 30%, а в рознице на 15%. И реакция была явно запоздалая. Вообще, федеральное правительство должно не реагировать, а предвидеть эту ситуацию. Тем более, у нас с вами есть возможность посмотреть на какие-то мировые тенденции. А в правительстве аналитиков больше, да, и информационный поток больше. Поэтому очень бы хотелось, чтобы на этот раз правительство действовало на опережение. Ну или хотя бы одновременно с развитием ситуации. Чтобы не получилось, как с подсолнечным маслом. Когда меры вроде бы приняли, но продукт все равно дешеветь уже не стал.